Я не блогер Привет, я Алена Хорошо иметь домик в деревне А еще лучше иметь квартиру у моря Но в принципе у моря любая недвижимость хороша Какая бы она ни была, даже если это студия Хотела вам записать это видео на море Но сегодня так ветрено, так шумно Что пожалуй меня не будет слышно Поэтому придется здесь остановиться у бассейна Хотя здесь не очень хороший свет Для лета это в принципе актуально, это неплохо Хочу вам рассказать о своем опыте покупки недвижимости в Кургаде Много вопросов о том, безопасно ли покупать недвижимость в Египте Не нужно бояться Есть закон о частной собственности, по которому иностранцы являются полноценными собственниками жилья Поэтому на данный момент очень много жителей бывшего СНГ, Европы сейчас покупают недвижимость возле моря Тем более, что цены по сравнению даже с недорогими странами очень смешные Все-таки море это есть море На данный момент я очень довольна, что купила даже маленькую студию Даже студию без балкона, но именно в компаунде Когда я вышла на террасу и увидела перед собой море, необозримую гладь Все вопросы отпали О том, нужен ли балкон, насколько мала эта студия Это все было уже неактуально С террасы было видно в море И затем присутствие этого бассейна Это уже было второстепенно, но не решающе За обслуживание бассейна, террасы, за озеленение компаунда, уборку нужно платить От 200 долларов, ну, в среднем 300 А дальше я уже не знаю То есть, раз в год я плачу 300 долларов и все На этом моя проблема решена Некоторые при покупке жилья платят единоразовый взнос, пожизненный И больше не оплачивают ничего Но у нас так, у нас раз в год платится 300 долларов за студию За двухкомнатную квартиру платится 350 долларов Ну, в принципе, все законоверно Не хочу претендовать на экспертность Хочу рассказать просто о своем опыте Я считаю, самое главное в покупке квартиры Это выбор агентства Выбор достойного агентства Потому что главная надежность Пускай я, может быть, возможно, но возможно и нет Я заплачу больше, немного больше Но я буду уверена в сделке Это не будут какие-то мутные схемы Это не будут какие-то перепродажи Это не будут какие-то документы Нет, 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 нет Мне главная репутация На данный момент репутационный бизнес очень важен Естественно, когда вы выбираете квартиру Вы составляете договор с агентством Платите залог И какое-то время у вас есть на то, чтобы подготовить деньги Подготовить документы Совершить сделку Ну, это не самый важный документ Есть два важных документа Это договор купли-продажи и Таукиль Если договор составляется на У меня, например, на русском и арабском языке Дублирован То Таукиль, он стандартной формы И он только на арабском языке Он заверен печатями По-моему, красными И отпечатками пальцев Хайдяина Продавца квартиры То есть два основополагающих документа Это договор купли-продажи И Таукиль Генеральная доверенность Внимание Этого вам никто не скажет Мне подсказал это один человек Это был не риэлтор Мы люди не вечные А права наследования доказывать никому потом не интересно В чужой стране С дорогими адвокатами Без знания арабского языка Это проблематично Поэтому я вам советую Сразу в договор О покупке Которую вы оформляете на себя Вписать еще несколько человек Которые имеют право Владеть Вместе с вами Вашей недвижимостью То есть они якобы остаются как наследники Не дай бог со мной что-нибудь случится У меня описаны еще два человека Которые не будут потом Ходить по судам По адвокатам Доказывать Кто кому родственник Почему другая фамилия Почему не тот паспорт А сразу он становится полноценным собственником Это важно Я покупала, например, эту квартиру у собственника У застройщика Поэтому у меня эта покупка была Этой квартиры первая Предыдущих хозяев не было И мой таукиль, который для меня Собственник Выписал Шара Акари Он был первый Но если вы покупаете квартиру Вторичное жилье У вас должны быть Имейте ввиду У вас должны быть все таукили От момента первого Владельца Который купил эту квартиру Или получил Или подарили Или что-нибудь еще Затем она продавалась Раз, два, три Сколько раз она продавалась Столько таукили У вас должно быть на руках Не последний Не просто последний А, вот этот мне продает Да, он собственник Все, я забрал И пошла Нет, все таукили Двадцать раз продавалась квартира Двадцать таукили Если у вас не будет Какого-нибудь таукили Предыдущий хозяин Придет с таукилем И скажет До свидания Вот мой таукили Это квартира моя Также обратите внимание На то, что в Египте Такие правила На кого оформлен Электрический счетчик Тот является владельцем квартиры Предположим, на вас Выписан таукиль Но оформлен счетчик На другого человека Электрический счетчик В электрокомпании В офисе электрокомпании Все Этот человек Является владельцем квартиры Поэтому, когда вы будете Покупать квартиры Нужно, чтобы предыдущий Хозяин квартиры Пошел в шаро-акари И оформил отказ От права владения Электрическим счетчиком Это тоже таукиль Доверенность Генеральная доверенность С этой доверенностью Вы пойдете В офис электросети И оформите этот счетчик На себя Таукиль Это очень важный Это главный документ Который не нужно никому отдавать Он должен быть при вас Не нужно никуда его посылать Не нужно Доверять его посторонним людям Но договор купли-продажи Это тоже очень важный документ И вторая степень защиты После таукиля Это заверить Договор купли-продажи В суде Вообще, как правило Этим занимаются адвокаты Я заплатила 300 долларов Адвокату Оформила на него Шаро-акари Генеральную доверенность Чтобы он занимался Моими проблемами И за 300 долларов Через два месяца Мне вернули Заверенный договор купли-продажи Заверенный в суде Цена квартиры Зависит от района Одним нравится один район Другим нравится другой район Третьим нравятся шумные Четвертым нравятся спокойные Пятым нравятся вообще уединения Но лично, например, мне Если бы я выбирала квартиры То есть по убывающей Я бы рассматривала Первый это Элькаусер Мубарак 2 Третий это Мадар и Сахадова Мне нравится этот район Где я живу Здесь вроде бы близко Шаратон Но не шумно Потому что ближе к пустыне Пустыне Четвертый это Арабия Хороший район Развивающийся ближе к Эльдахару И пятый это Интерконтиненталь Это тоже новый район Но в будущем он будет Сейчас там стройка, стройка, стройка Но в будущем это будет Очень хороший район Он недалеко от Мамши До него можно дехать на маршрутке Не на такси, как в Макаде Хотя может быть это и хорошее место Как в Иляхи Но я этого не понимаю Мне это не подходит Третья степень защиты Ваших документов В вашей недвижимости Это грин-контракт Грин-контракт можно сделать В любое время После покупки квартиры Я не знаю, насколько это целесообразно Потому что, во-первых Грин-контракт стоит порядка тысячи долларов Во-вторых Оформляется он длительное время После оформления грин-контракта Не знаю, насколько это законно Но я читала, что пять лет Вы не можете продать жилье Не буду это утверждать Но то, что читала Должна озвучить Вы, например, делаете запрос Вы хотите получить грин-контракт Но при проверке Местной службы безопасности В принципе, вам могут отказать Его получение Это не стопроцентная гарантия Это как подача на визу Подали на визу У вас все документы в порядке Все нормально Но по какой-то вам причине Могут отказать в этой визе И вы не можете спросить А почему, в принципе Я ничего там не нарушила Я все правильно делал Все в порядке Поэтому я не считаю Что мне нужен грин-контракт Потому что у застройщика Есть грин-контракт на землю А если у меня кто-то Как-то захочет забрать квартиру При каких-то там Чрезвычайных ситуациях То, я думаю Мой грин-контракт Никому не поможет И не понадобится Мне, по крайней мере, точно Поэтому я считаю Что двух степеней защиты То у Киля И заверенного в суде Договора купли-продажи Достаточно Что делать, если у вас Окончился паспорт Если вы его потеряли Нет, потеряли, нет Что делать, если у вас Окончился паспорт У вас окончился Окончился срок действия паспорта И теперь у вас новый паспорт А вы покупали квартиру Предположим По старому паспорту Теперь вы хотите ее продать Что делать? Ничего страшного Сохраните этот старый паспорт И при сделке Вы просто предъявите Старый паспорт Что документ был оформлен На старый паспорт Сейчас у вас новый Но старый тоже должен быть при вас Что по ценам на воду, газ, электричество Могу вам сказать только за себя У меня получается приблизительно я плачу 6 долларов за воду Это 6 кубов в месяц 6 долларов за газ У меня не центральное газоснабжение У меня газовый баллон, так называемый Мне хватает этого баллона на месяц Он тоже стоит порядка 6 долларов Электричество зависит от сезона Если это зима, то я плачу где-то 5 долларов в месяц за свет То есть машинка, чайник, холодильник, водонагреватель тянет совсем немного Но если включается кондиционер Эта цифра может быть значительно больше То есть не 5-7 долларов, а может быть 20 долларов Я уже забыла, как я плачула в прошлом летом, но не сумасшедшие цифры тоже Может быть 20, может 25, может быть 30 долларов Не много Но не глобально, не очень много Но это, конечно, и не зима Зимой говорят, что в квартирах прокладно, что нужны кондиционеры на обогрев Но у меня квартира теплая, не знаю, почему это зависит И мне зимой было тепло, я не мерзла Хотя некоторые говорят, что надо носки, надо одеяло, надо шубы Мне было комфортно зимой, мне было абсолютно не холодно Цены на квартиры, в принципе, не буду утверждать Я понимаю, что есть исключения Что я говорю одну цену, но кто-то вдруг решил продать Я говорю, что 15 минимальная цена на студию Но кто-то уезжает и решил продать за 10 Кто-то мне скажет, а, вот 10 тысяч цена А, вы говорили 15 Нет, насколько я знаю С чем я сталкивалась Цена начинается на студию приблизительно от 15 тысяч долларов И это, в принципе, с террасой наверху Которой можно пользоваться С бассейном, который все-таки я советую Если есть возможность перебрести недвижимость в компаунде с бассейном Лучше бы взять с бассейном Я тоже им редко пользовалась Я буквально всего лишь в 2 раза купалась Но сейчас летом, например, у меня нет времени пойти на пляж И когда я прихожу домой, откуда-то с города И мне жарко, очень приятно покупаться здесь в бассейне Тем более здесь не падают солнечные лучи Здесь не жарко, здесь комфортно И утром поплавать, и ночью поплавать Здесь нет всяких крылаток, нет никаких рыб ядовитых Поэтому, если есть возможность купить недвижимость в компаунде с бассейном Пускай он будет, возможно, когда-нибудь пригодится Мало ли, он не помешает Старт цен на студии Конечно, район тоже имеет значение Но, в принципе, 15 тысяч долларов Двухкомнатную квартиру, то есть рецепшн и спальня Можно купить Да, да Есть такие цены, и я лично их видела И люди покупали, поэтому я знаю, о чем говорю И в хорошем районе От 20 тысяч долларов Даже дешевле, но хорошо Пускай будет от 20 тысяч долларов Можно попросить агентства подобрать такой вариант Который вам подходит Можно немножко подождать Можно не спешить Иногда попадаются очень хорошие варианты Просто огонь Ну, 20 тысяч Двухкомнатную квартиру в неплохом районе Купить можно Ну, дальше уже понимаете, что цены Рост цен зависит и от района И от отделки И от местоположения Где находится эта квартира Находится это в обычном доме В компаунде В отеле, да Есть такие тоже варианты Есть квартиры при отелях С собственным пляжем И там цена начинается от 40 тысяч долларов Но собственный пляж и море Это тоже совсем другое дело Старт Цен от 15 тысяч долларов Затем Варианта в море Да, я не эксперт Но я пошла все это лично И рассказываю просто о своей ситуации Если у вас будут какие-то вопросы Которые, может быть, я не осветила В своем видео Задавайте в комментариях Я с удовольствием отвечу И подписывайтесь на канал Я буду рассказывать все Что я знаю о Хургаде Не о прилизанной Хургаде Не о туристической Хургаде А о Хургаде, которую мы любим Которой мы живем Которая нас приютила И с которой нет никакого желания уезжать Да, у нас здесь свой ритм жизни Здесь совсем все по-другому Здесь все в Украине шала В Афиш Мушкела Но нужно к этому привыкнуть И тогда ты будешь получать от жизни удовольствие А не будешь жить синдромом отложенной жизни Пока Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»